Видновчане наверняка обратили внимание на то, что с недавнего времени в каждом троллейбусе, помимо объявления остановок из динамика, звучит еще и информация, призывающая к вниманию и бдительности пассажиров на предмет бесхозных вещей в салоне. Это один из пунктов плановых мероприятий по безопасности жителей. Помимо этого, на территории троллейбусного парка прошла межведомственная тренировка по отработке действий служб при угрозе совершения террористического акта. Наш корреспондент Людмила Медведева наблюдал за происходящим и готова поделиться увиденным. Уважаемые пассажиры, просим вас проявлять бдительность и осмотрительность. Обращайте особое внимание на оставленные бесхозные вещи. Если обнаружим бесхозные вещи, там пакет, либо сумку, руками ни в коем случае нельзя трогать. При обнаружении посторонних вещей высаживаем пассажиров. Мне желательно вне остановочного пункта звоним диспетчеру. Буквально неделю назад мы сделали проверку внутри себя своими силами. Мы на линии тоже сделали такую ситуацию, когда вдруг обнаруживается то, что смущает наших жителей. Все сразу сконцентрировались, отошли, предупредили водителя, кондуктора, за что им огромная благодарность. А тренировка действий соответствующих служб при угрозе совершения террористического акта в троллейбусе проходила на территории парка. По легенде, при осмотре охранником салона, вернувшегося после рейса троллейбуса, был обнаружен подозрительный пакет. О случившемся водитель тот же доложил диспетчеру. Тот, в свою очередь, службам территориальной безопасности. На место происшествия очень быстро прибыли сотрудники МЧС, МВД, ФСБ. Дорогу к парку перекрыла служба ОГИБДД. Приехавшие вместе с полицейскими кинолог со специально обученной собакой очень быстро обнаружили муляж. Норрисот, так зовут помощника младшего сержанта Мальцевой, три года свою службу начал изучать еще с щенком. После обсуждения выполнения всех намеченных пунктов тренировки по отработке служб при угрозе теракта были подведены итоги. По результатам проведенной тренировки были высказаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию, по террористической защищенности в действиях сотрудников, по минимизации последствий совершаемых террористических актов. В скором времени будет перекрыта шлагбаумом и дорога, ведущая к парку. Это дополнительная мера к уже имеющейся защищенности территории предприятия. По периметру предприятия у нас со всех сторон заложен забор, ограждение, колючая проволока. Установлено 19 камер. Тренировка была организована аппаратом антитеррористической комиссии Ленинского района. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.